здравствуйте вы смотрите медиа информ как всегда в это время и в этой студии мы говорим о мужчинах и женщина вы знаете темы которые выбираются в общем-то витают в воздухе и сегодня наверное о том чему мы придаем невеликое значение но что очень хрупкая и в общем мы живем и живем а вот когда теряем это и в накоплении происходят беды будем говорить о душевном равновесии и программу поэтому я назвала спокойствие только спокойствие вы помните замечательную фразу потому что ни одно поколение выращено на карлсоне да и вы помните эту фразу наверное в результате мы придем к этому но начнем с того от чего же вот вот это душевное равновесие у нас теряется но это все элементарно да маргарита кременчуцкая я думаю что все знают что это маргарита кременчуцкой вот сейчас разговаривала кто-то говорит нестабильно страшно непонятно как дальше нет уверенности да вчера не было в городе воды казалось бы да одно второе но здесь это сидит в подкорке где-то да неуверенность в завтрашнем дне и вот это и поток и все и вот это душевное равновесие было потеряно все были выбиты из цели готовы были меняться на поселок готов все готовы были меняться на это вот искали виноватого кого-то значит и так далее так далее но на самом деле раздражение расстроенность вылилось просто вот таким мощным потоком и какая-то глупая очень часто агрессия который от равновесия то мы от чего потеряли да от мелочи если так с высоты птичьего полета ерунда в общем-то ну можно подумать один день условно бабочка села на ладошку да да но выбивает нас искали и это равносильно какому-то падению мы не придаем очень часто этому значению раздражение ну разозлились ну что-то что-то нас да а оскорбительный какой-нибудь комментарий в фейсбуке и тоже же теряем равновесие тоже вот я говорю как карты более того потеряв равновесие мы кубарем катимся в этой уже захватываем все остальное то что как бы не в не включала в это все это все говорит о чем мы сейчас с тобой говорим о душевном равновесии а подразумеваем и думаем что это одно и то же душевное спокойствие ты раз на самом деле для меня мне кажется что это немножечко разные 10 каком смысле скажу такое душевного равновесия не бывает идеального почти никогда мир меняется страна меняется семья меняется вы меняетесь поэтому равновесие равновесие это некая динамическое такое понятие которое может меняться то больше то меньше а вот все мы мечтаем на самом деле о душевном спокойствии это когда мы это пусть даже уже сбитое равновесие воспринимаем как благосклонно воспринять помнишь когда дай мне силы изменить то что я могу изменить принять то что я могу принять и мудрости отличить и мудрости отличить одно другое вот этого нет потому что на самом деле душевное равновесие вот сразу у меня такая ассоциация я там читал в интернете как не валяшка у меня не валяшка некие такие весы весы жизни да на которой в каком-то плане как что мы считаем равновесие у каждого то она свое она соответствует каким-то своим нормам вот я заложила в понятие душ равновесия что у меня есть то 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 в моем ближнем кругу моем окружении моем мире как так этому пристроилась и вроде бы как мои оценочные вещи моему то что дает мне вот как раз душевное спокойствие что я проснулась утром с улыбкой что каких-то негативных эмоций если они пришли то ушли она наступает но на самом деле достаточно чему-либо вот как ты лишь вода то есть легкой бабочки каких-то неприятностей но те кто не входит мое понятие нормы для меня это как бы я уже к этому привыкла попасть в мое поле вот жизнедеятельности и все и эти качели начинают что делать они начинают шататься они вызывают бурю эмоций как цепная реакция да как я уже сказала выбивая стыд и комом сбиваешь все вокруг себя и она все начинает абсолютно меня поэтому поэтому нужно нужно понимать что происходит контролировать каким-то образом все-таки этот процесс не относиться к нему но попытаться нет но если мы так сказать здравомыслящие да просто надо готовиться но смотри велибристами не рождаются да и если мы хотим на своих жизненные душевные вот этой качели равновесия или весов равновесия находиться более-менее то есть ну съехали опять вот сбалансировать мы должны к этому готовиться понимать что это есть потому что контролировать дело в том что мы теряем чаще всего душевное спокойствие когда мы пытаемся наладить душевное равновесие да 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 ну вот маленький фрагмент для того чтобы немножечко улыбнулись сейчас я покажу ему потом прокомментируем душевный покой внутренний покой мастер шифу мастер шифу кто у нас тут пираты вандалы с вулканской горы да неважно кто я всех победю меня просто прет надо что-то делать вы понимаете а что вы делаете упражнение мастера угвея последние а а а а а а Ух ты! Круто! А как вам удалось? Внутренний покой Внутренний покой? Вот это клёво! А внутри чего? Это новый этап твоего обучения Каждый мастер должен найти свой путь к внутреннему покою Некоторые предпочитают пятьдесят лет медитировать в пещере Вот так Забыв там о любой еде и воде Или другие проходят через боль и страдания, как я О, день, когда тебя избрали воином дракона Был худшим днём в моей жизни До сих пор ничто с этим не сравнить Это было самое ужасное, болезненное, разрушающее мозг мгновение Ну ладно Которое мне довелось пережить Бл... Но когда я понял, что проблема не в тебе, а внутри меня Я обрёл внутренний покой и сумел обуздать энергию вселенной В этом дело? Мне нужно обрести внутренний покой? В животе у меня уже супер-супер покой Осталось только запустить внутренний покой Ну все, теперь он мой Запомни, воин дракона Все возможно, если ты обрел внутренний покой Внутренний покой, внутренний покой, внутренний покой Поперла В общем, все возможно, если ты обрел внутренний покой Видишь, какая мудрая фраза, да? Вот то, о чем, собственно говоря, ты и говорила Да, когда вот вы научились, да? То есть вы знаете, что это такое Тогда вы определяете границы и так далее Но есть же люди, которые застревают в этом состоянии Мало того, что они застревают в этом состоянии Они еще ближайшие три часа говорят об этом Рассказывают об этом, муссируют это состояние Более того, сами подпитывая Эти три часа могут превратиться в жизненную позицию Абсолютно, да Если повторяется несколько с этих состояний Они как бы якорятся И человек начинает находиться как бы измененное состояние Мое новое состояние Я беспокоюсь о своем внутреннем покое Да, внутреннем покое Кстати, есть такие сведения о том, что статистика Что люди, которые терпят кораблекрушение Те, кто выживает Если они в течение первых трех часов Не находят вот это успокоение какое-то для себя Это люди, которые могут погибнуть в результате Потому что вот эта потеря душевного равновесия Потому что Аристотель еще сказал Душу от тела отделить нельзя Поэтому если эта энергия, которую мы называем душевной Энергия эмоций, энергия психе Она не находит какой-то реализации выхода Она начинает отражаться на теле Она начинает бить по телу И они погибают на самом деле На материальном уровне От физических причин От физических причин И это правда Поэтому мы с тобой уже об этом говорили Да, и ты, или я Скажем, что если вот возникла какая-то вещь Которая не является, скажем так Ну настолько, скажем Совсем там травма утраты и так далее Хотя и здесь древние традиции Что говорят? Что делали женщины, да? Когда умирал близкий человек Они вгоняли в тесто Им давали кусок теста И они вгоняли туда ту самую энергию Чтобы восстановить вот то самое О чем мы говорим Вернуть равновесие Тем самым обрести какой-то некий душевный покой Пусть временный, но покой Вот в ближайшие часы А всем остальным, конечно Если человек попадает Особенно если не такое сильно Вот мы, кстати, говорим Ну ты говоришь о сильных ситуациях Как состояние воды может привести человека к Бибели За три часа Вроде бы не может Но если совпадут так остальные ситуации И это будет какой-то последний капли Вот все Вот эта вот капелька, которая так перекопилась Вот, вот, вот И эти все Эти качели сломались И человек уходит неожиданно совершенно Потому что мы не знаем Что может быть катализатором изменений Которые уже ведут Ну не то что к смерти Но ведут к каким-то проявлениям К тяжелым состояниям К очень тяжелым состояниям Где-то я вычитала, что обезьяны После драки или после ссоры какой-то Они начинают обнимать малышей Вот притягивать к себе И вот что-то обнимашки Что-то приятное сделать Кто-то посоветовался Психологу говорит Идите покормите собак, кошек Отдайте немножко добра какого-то Вот от себя И тогда оно вернется к вам покоем Кто-то медитирует Вот как и в этом мультике говорилось 50 лет медитирует Я знаю, что моя мама ходила к дереву У нее было, оказывается, заветное дерево И когда она, видимо, теряла Вот это душевное равновесие Она остановилась к этому дереву спиной Обнимала его каким-то образом Вот на гульваре на Приморском У нее было свое заветное дерево Вот она ему эту миссию отвела Этому дереву И мы с тобой знаем свой способ Который не советуем транслировать в экран Потому что курение врудит в рафтное здоровье Но это, в принципе, 90% Хорошо, ладно, курение А еще и тяпнуть Кстати, это вот то, о чем я говорила Один из видов того Когда небольшой, например, выход за рамки равновесия И способ некорректный его скупировать Может привести, называется, формируется привычка Которая потом сжигает твое здоровье Потому что один раз ты взял сигарету Или алкоголь Закрыл этот момент Вроде полегчало Второй раз Потом идет привычка А курение и алкоголь Мы можем тысячу раз говорить Мы же не говорим сейчас про хороший бокал вина красного А то, что подвернулось в этот момент быстро Конечно, конечно Вот это и есть угроза жизни, в конце концов А способов очень много И мы еще раз говорим Еще раз повторяю У нас у каждого, в принципе, свое представление о душевном равновесии Потому что, вот не мой пример Я взяла его из интернет-пространства Но не секрет, что мы знаем Вот мы опять говорим о мужчинах и женщинах Между, например, родителями, детьми Или мужем и женой Бывают такие отношения, что когда попадаешь в поле этих людей Тебе кажется, что просто в этом нельзя жить Например, вопрос решается криком Потом каятся, вина, обнимание, целование и так далее Какие-то еще вещи Тебе кажется, боже, как в этом можно жить Это даже рядом А эти люди нашли свое равновесие Это сейчас мы не говорим плохо или хорошо Но их норма включила это поведение И они по-своему Мы сейчас не говорим плохо это или хорошо Но они находятся в каком-то своем душевном равновесии Оно не дает, может быть, им покой Но оно дает им равновесие Это то привычная балансировка Которую они себе закрепили в процессе своей жизни Своих отношений Поэтому, если мы говорим о том Как все-таки обрести вот это равновесие То ничего нового мы не скажем Во-первых, сослемся опять сегодня на Соломона Всегда помнить, что и это пройдет Потому что время, ну от многого Я не говорю от всего Но даже время лечит Только надо отдаться этому времени И все пройдет Ну, по крайней мере, вода точно включится Или соседка, которой вы поругались Ну, контаксов, изолируйте общение с ней Ну, рано или поздно Если мы скажем так С соседкой не сволочь И вы не последний человек в этом мире То рано или поздно Вы должны найти Или вы выйдете из этой ситуации Или потеряете этого человека Но трагедии не произойдет А если вы будете жить в этом состоянии Есть хорошая притча по этому поводу Когда преподаватель приходит в аудиторию Берет стакан воды И говорит, сколько весит Ну, кто-то называет разные-разные цифры И он говорит Если я буду держать этот стакан Несколько минут Что будет? Ничего не будет А если я буду держать час Ну, у вас начнет затекать рука А если я этот же вес буду держать сутки Ну, у вас уже и шея затечет А что мне нужно, чтобы от этого избавиться? Ну, поставить стакан на место То есть отбросить проблему То есть если это держать при себе А есть же люди Я же говорю, почему я говорю о том, что застревают Я с этим сталкиваюсь очень часто Застревают вот в этом Потери равновесия И, боже мой, вот такая мелочь Вот такая ерунда А выбивает из колеи Или сегодня мы все переживаем По поводу того Выборы, выборы, выборы Разговоры Куда ты заходишь в магазин Выборы Кто же будет? Что меняется Подумать в жизни этого человека? Да, конечно, многое меняется Но ты не можешь повлиять Если ты то, что ты сказала вначале Различи Где то, на что ты можешь повлиять И где ты не можешь повлиять И думай о себе в данной ситуации Тем более, я же говорю Это у возрастных людей очень часто Это вот потеря равновесия Потому что и неуверенность в завтрашнем дне Да Кто-то говорит Боже, не дай бог Вот кто-то заболел Все, и человек перенес на себя Сколько денег надо Сколько это вот Сколько это сейчас стоит А куда идти А новые правила какие-то И все это начинает выбивать Конечно, очень сильно Здесь получается Мы, получается, балансируем Между двумя планами Если говорить о плане глобальном Душевного ровесия То, конечно, каждому из нас Надо, по крайней мере, обрести свои рамки И не думайте Что если вам уже 40+, то у вас есть эти рамки Вы вспомните Являетесь ли вы все время с собой настоящим Или вы делаете, чтобы было кому-то хорошо Даже если вы, скажем так, один Но на самом деле мы же не бываем Мы же все равно выходим куда-то Даже если мы совершенно Мы выходим в интернет пространство Мы выходим в магазины Мы должны общаться Человек не может быть замкнут Хотя бы для того, чтобы ему есть Раз он ест, значит ему кто-то Эту еду, как минимум, приносит Поэтому вы не идеализированы Но вспомните, насколько вы себя ощущаете Таким, как вы есть Или вы делаете, ну, чтобы не поссориться Чтобы здесь не занервничать И так далее Это общий план В который входит государство, семья, близкие И так далее А второй план Это что делать, если все-таки эти качели Села бабочка И я тут прям тоже падаю Эти качели повернулись Тут, конечно, масса способов Это быстрое приведение Мы о них уже много говорили Ты говоришь о медитации Очень хорошо помогает то, что говорила Когда-то у нас психолог Маргарита Белова Дыхание Дыхание, да Дыхание И техники, они очень легкие Их можно буквально, короче, освоить Мама мне в детстве говорила До считай до десяти До считай до десяти Элементарно Это приобщение Кто-то слушает музыку В минуты сильного потрясения Слушает музыку Кто-то прикасается к дереву Я качаюсь Я раскачиваюсь Я начинаю качаться Меня это успокаивает И как-то приводит чувства Я начинаю петь песни Причем я где-то слышала Что это такое мужское поведение Мужчина, когда он недоволен Он начинает напевать песни Не знаю Мои мужчины не напевают песни Но я обратила внимание Что когда я чувствую Что что-то Либо я не так поступила И мне что-то не по себе Я начинаю напевать какие-то песни Кто-то обнимает своих обезьянок Детей Мужа, жену Животные есть Если у кого-то есть животные Вот это спасательный круг У каждого хомо сапиенс Есть своя В хорошем смысле В данном случае обезьянка Это просто тот близкий Которого ты обнимаешь Кому-то надо выйти и пройтись По воздуху Подышать воздухом Да, но надо выйти и пройтись До того, как качели Уже вас перевернули И вы в этом кубаре Уже зацепили всех Кто был возле вас Вы уже Ураган такое отношение создали Потом идет Я ухожу Я не могу здесь Это другое Это тут наоборот Если вы чувствуете Что вас оставляет Вот этот покой В этот момент Просто остановить Выйти Выйти из этой зоны Эта зона Не обязательно живые люди Эта зона Вы включили телевизор Вы открыли кран Да, открыли кран, конечно Ну пережили мы все Это отсутствие воды Кто-то больше Кто-то меньше Уже забыли Через два дня Наверное Эта вода не стоила Тех проклятий Буквально несколько постов были Я не сторонник Защищать Как бы службы И так далее Но реально Ребята, у вас дома ломаются краны Тоже И кто-то написал Совершенно справедливо Мы сейчас не говорим О личных качествах Но эти люди стояли В этой воде И пытали что-то делать Конечно, кто-то сейчас скажет Есть у них время Они дурака валят Но Они стояли в воде А мы крутили кран А мы крутили кран Есть хороший анекдот Для Как вы дожили до 100 лет Я никогда Ни с кем не спорю Но это же совершенно невозможно Вы абсолютно правы Вот вы абсолютно правы То есть Есть вещи незначительные Вы должны просто вот разделить На незначительные И значительные И не суетиться под жизнью На это есть, конечно Другой анекдот Но суть того анекдота Когда у человека спросили О его долголетии Он сказал, что не суетиться под клиентом Да Но в данном случае Это можно перефразировать Не суетиться под этой жизнью И не переделывать Эти свои нормы И представления Буквально каждый раз Когда у вас Выбивает из душевного равновесия Фраза, которую бы я подвела Это вот Потому что мы всегда говорим о том Что чувство юмора спасает Мы сегодня о нем не говорили Но оно всегда спасает Фраза мудрая Но сюда как раз Можно приписать немножечко юмор Жизнь комедия для того, кто думает И трагедия для того, кто чувствует Вот если вы очень чувствительно будете Ко всему этому Это склонны больше даже женщины Очень чувствительны У вас каждый раз будет трагедия Ну и поскольку у нас программа Все-таки о мужчинах и женщинах Поэтому на финал я приготовила стихотворение Которое, я думаю, понравится Многим женщинам точно Потому что это Аха Стахова Это достаточно популярно сегодня В интернет-сети Ну и есть о чем подумать Ну а мы встретимся Через неделю, как всегда Держите равновесие Долгожданный покой Заступает ногой на порог Без друзей и подруг Без тревоги и планов на завтра Ничего не придет на усталый, рассеянный ум Кроме мысли о море И ты себе купишь плацкартный Я встаю и иду на вокзал, а за мною покой Ровно дышит мою распрямленную гордость в спину Я его не гоню Он помог мне сегодня с тобой Наконец до конца распрощаться Не наполовину А у моря я верю, я снова смогу любить И отпустит покой, взамен не оставив радости Но пока мой покой позволяет мне все забыть Позволяет забыть То, что в памяти жить осталось Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok